Итак, Дарт – это миссия по перенаправлению двойного астероида. На Землю постоянно падают астероиды и их куски. Примерно каждый год в нас врезаются штуки размером с обеденный стол. Тип объекта, который посетит Дарт, он размером с монумент в Вашингтоне. Такие падают раз в несколько тысяч лет и способны нанести значительный урон в региональном масштабе планеты. Мы решили продемонстрировать технологию на двойном астероиде. Он называется Didymos, и вот это примерная форма главной его части, Didymos A. А это спутник Didymos B. Миссия Дарт должна будет врезаться во второй. Столкновение изменит период орбиты Луны, а это в свою очередь повлияет на время, за которое спутник делает один оборот вокруг Didymos A. Самое важное, чего мы хотим добиться – изменить скорость подлетающих объектов, может быть на один сантиметр в секунду. Да, это немного, но если до столкновения у нас много секунд, то объект в итоге пролетит мимо. Дарт – это часть большего объединения под названием EIDA, в которое входят все мировые эксперты, способные помочь правительствам предвидеть и понять, что они могут и обязаны сделать в случае приближения угрозы. Миссия Дарт, собираемая в нашей лаборатории, станет первой в будущей линейке проектов. Кстати, в Дарт впервые будут использованы ионные двигатели нового поколения – NextC. Там будет система умной навигации, которая позволит аппарату автономно подлетать к астероиду. Примерно за четыре часа до столкновения эта система включится и благодаря оптическим приборам, в основном камере на Дарт, мы сможем отделить Didymos A от Didymos B. У нас есть алгоритм прицеливания, который определит их положение и направит аппарат к меньшему объекту. Важной частью системы является как раз таки ионный двигатель NextC. Это электростатический ионный двигатель и, на самом деле, следующая ступень развития такой технологии. Он позволит нам не только добраться к астероиду, но и облететь его перед столкновением. Чтобы у аппарата была возможность питать энергией электростатический двигатель, нужен мощный источник. Система ROSA, разворачиваемая солнечной панелью, позволит компактно разместить небольшую массу на старте, а затем в космосе развернуть эти по-настоящему большие панели. Это первая миссия планетарной защиты НАСА, и мы очень этим гордимся. Присоединяйтесь к защитникам планеты, следите за ходом этой и других миссий на нашем канале, для этого нужно подписаться и ударить в колокольчик. Поддерживайте нас на патреоне, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До новых встреч!